На свитере нема ни номера, ни прозвище гульца. И каштованность ее он по кулямаль не представляет. Однако по задумке худкой он станет уникальным экспонатом. И те хоккеисты, которые воспитаны были в этом великолепном здании, они будут иметь право и даже свою почетную обязанность здесь оставить свой автограф. И вот эта майка, она будет символ того, что как результат то, что работает здесь эта школа хоккея. У федерации упевнены, что первый подпись на свитеры может заявиться уже в самый ближайший час. Так само гоноровые грамоты за укладу развития хоккея отримали старшиня областной федерации Виталь Уткин и старшиня координационного совета хоккейного клуба Гомель Сергей Сосновский. Посяжение в оконкам федерации плановое. Одинное одрознение. У першиню оно проводится не в Минску. Гомель выбрали не выпадково. У нашем регионе надается великая увага развитию хоккея и у першую чергу детячого. Эффективное взаимодействие у Лады, клуба и спонсоров – головная умова поспеху. Гомель действительно на сегодняшний день стал одним из самых мощных центров развития хоккея в Республике Беларусь. И федерация тоже будет подключаться и помогать, чтобы этот центр развивался дальше в несколько даже более расширенном формате. Пригласить сюда коллег со всей Беларуси, которые приезжают на исполком, чтобы в Гомеле ознакомиться с инфраструктурой и показать всем, как правильно надо выстраивать отношения. Это первое – губернатор, второе – школы, клуб, люди, которые оказывают помощь клубу. Максим Савин, Сергей Нігеревич, Игорь Маришченко, телерадиокомпания «Гомель».